Всем привет! Меня зовут Леся и это канал о вязании. Сегодня у нас с вами будет море интересного. Я расскажу, как мои вязальные дела, покажу вам готовые работы, процессы. Тут куча всего классного, поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Я давно не снимала из-за переезда, потому что мы вернулись в Иркутск. Как вы видите, обстановка изменилась. Я очень счастлива, что я снова здесь. И давайте начнем. Покажу, начну с готового и перейдем к процессам. Из готовых переделок я переделала вот такой жилет. Видите, у меня вообще розовый период, хотя я всегда любила розовый, вы знаете. Помните, может быть, у меня был уже этот жилет. И он был у меня достаточно длинный, большой, я его не носила. Все никак не могла к нему приноровиться. И перевязывать было жалко, потому что на него было потрачено очень много времени. Здесь такая красивая вязка с теневым узором. И он оплетен крючком. И из-за того, как он связан, каким образом, его и полностью распускать было сложно. И, в общем, я его связала и забросила. Но потом прошло какое-то время, я подумала, что лежит мертвым грузом. И вот я его вот так укоротила, чуть-чуть изменила. И теперь ношу, потому что в таком виде он мне подходит. Вообще, я для себя поняла, что если с какой-то вещью возникают трудности, часто лучше ее отложить на какое-то время. Далее я расскажу вам об отчасти грустных, несколько экспериментах моих. Ну, хотя на то он и эксперимент, что никогда не знаешь, какой будет результат. С пряжей Artland мы с производителем экспериментировали в том, как нужно стирать. Пришли к тому, что все-таки я рекомендую не стирать в машинке. Дело в том, что я связала вот такой кардиган. Потрясающе красивый на самом деле. Я вам вставлю видео, как это выглядело до стирки. Здесь вы посмотрите, пайетки очень красивые, тоже от этого бренда. Они как дополнительная нить вплетаются. Нашла пуговицы, которые идеально дополняют. Очень красиво. Вот. И что вы думаете, постирала в стиральной машинке. И он свалялся. И очень сильно сейчас лезет. Даже визуально, в принципе, он хорошо выглядит. Я могла бы отдать его дочке. Но так сильно лезет, что просто я в замешательстве. У меня вот сейчас такое ощущение, что только выкинуть вещь. Я несколько расстроена. В пряжу я все равно влюблена. Сейчас я вам дальше покажу. Вот. То же самое нитка, которую я просто постирала на руках. Тоже вот с дополнительной нитью из пайеток. Шапочка. Восхитительная. Все в ней прекрасно. И ничего не лезет. Все отлично. Я ее ношу. Она мне очень нравится. Мы ее с дочкой вместе носим. На перебой. Потому что она нравится обеим. Но от машинной стирки просто караул. И вот все-все-все теперь лезет. Вот у меня сейчас вся кровать будет в этих волосах. В общем, я не знаю. Есть вероятность того, что я срезу пуговицы. Пуговицы потом буду где-то использовать в следующих проектах. Этот кардиган придется, наверное, просто выкинуть. Хотя очень-очень жалко. Но тут уже расплести его невозможно. Так как нить свалялась полностью. То есть ее уже не расплести. Такое сваленное полотно. Еще плюс ко всему он сел. В общем, если вы знаете способ, как спасти этот кардиган. Хотя бы, чтобы он перестал лезть. Я пробовала пройтись вот этим липким валиком. Но не помогает. Сколько не проходишь, постоянно... Но я уверена, что нить просто деформировалась. И тоже из нитки Artland. Но уже другой классе. Там, помните, я вам рассказывала, что эта ниточка. Она с разным наполнением. Она немножко разная. Я связала вот такой свитер. Он тоже сел от машинной стирки. Но он повредился не так сильно. Он просто из свободного стал внеоблегающим. Ну и, по крайней мере, он так страшно не лезет. А здесь у меня вот такая прозрачная золотистая вставка. Из пряжи вот такой. Она как добавочная нить идет. Yarn with Beats. Этот ношу. И я буду носить, и дочка будет носить. Но все равно пришла к выводу, что эту пряжу надо стирать на руках. Тогда выглядит очень красиво и классно. Как это выглядит все на фигуре, я вам буду показывать потом в готовых работах. Потому что здесь у нас такое видео с процессами. Так, еще из готового необычная вещица. Которая, может быть, у кого-то спорные эмоции. Вызовет. Но мне очень нравится. Это такой как бы передник. Надевается поверх какой-нибудь рубашки, футболки. И внизу я пришила такие перышки, которые заказала с Алиэкспресс. Я люблю такие креативные детали, которые помогают обычные вещи сделать более интересными. Сзади тут сложно показать. Тут у меня идет вот так вот перекрещивание лямок, чтобы они не спадали с плеч. Поверх рубашек смотрится очень классно. Так, и далее процессы. По типу этого серого кардигана с такими же расчетами практически я уже заканчиваю тут черный. В этот раз уже буду научена опытом стирать вручную. Он мне очень нравится. Своими пайеточками. Уже заказала пуговицы. Черные, матовые, простые, лаконичные. И поскольку у меня сейчас какой-то период такой, что очень хочется экспериментировать, очень хочется вязать какие-то, может даже где-то странные вещи, развиваться творчески. Вот у меня порыв такой весенний. То я хочу на этом кардигане еще попробовать повышивать ниткой дополнительной с вот этими пайетками. У меня есть разные цвета пайеток. Вот такой вот в черно-темно-серой гамме. Тоже от бренда Artland. И я думала повышивать либо какие-нибудь звездочки, либо какие-нибудь сердечки. Какой-то такой наивный принт разного размера. И чтобы он блестел, я думаю, будет смотреться здорово. Тут в принципе в самой нитке уже есть малюсенькие пайеточки. Но их на черном практически не видно, едва видно. А вот если поверх прям крючком повышивать, я так еще никогда не делала. То есть я делала вышивку петля в петлю иглой. А вот крючком я еще не вышивала поверх глади. Хочу попробовать. Буду держать вас в курсе, что там будет у меня получаться. Дальше я продолжила экспериментировать вот этой добавочной нитью с бусинами. Пробовала ее добавлять. И мне не всегда нравился результат. Вот так мне понравилось, когда в полотне. Тогда классно. Потому что и сверху, и снизу подрастягивается это полотно, и ровно смотрится. Если отдельно вязать только этой ниткой спицами, то полотно получается такое криво-косое, даже после ВТО. Оно никак не распрямляется, как будто бы из проволоки связанное. Потому что нитка такая достаточно жесткая и толстенькая. Добавлять в какую-то нить, мне тоже не понравился эффект. Хотя она заявлена как добавочная нить. Если добавлять куда-то контрастные нитки, например, черная с золотом, то получается из-за вот этой толстой достаточно основной нитки такой грубый какой-то меланжевый эффект. Мне не очень нравится. Если добавлять в тон, как добавочную нить, то я практически не вижу разницы. Потому что здесь и так есть золотистые пайетки. И так она блестит, эта ниточка. Только полотно становится сильно жестче. Опять же, из-за того, что нитка такая... Ну, она не тонюсенькая, она достаточно толстенькая. И поэтому я решила связать такую вот сетку. Пока, конечно, непонятно, что это. Я вяжу крючком. Вставлю вам картинку примерно, на что я ориентируюсь. Что это будет. Это полностью эксперимент. Возможно, не получится ничего. В общем, это будет такая сетка на рукавник. И на края я тоже такие золотисто-бежевые перья заказала. Будет аксессуар, который, опять же, поможет, как и вот этот вот передник, украсить любой базовый наряд и сделать его таким более креативным. Я очень надеюсь, что получится классно. И тогда я вам смогу рассказать, как я все это делаю. И на сладенькое я вам оставила рафию. Наступает лето. Я никогда раньше не вязала из рафии. И вот тоже от Artland мне прислали на обзор вот такую серебристую сатиновую рафию. Очень красивую. Просто насмотреться я на нее не могу. И розовую, уже такую матовую. Из розовой, как вы видите, я начала вязать сумку. В первый раз я вяжу из рафии. Раз из пятого я только подобрала подходящий крючок. У меня это крючок номер пять. Пока я соответствующий крючок не подобрала, мне казалось вообще, что я какая-то криворукая, потому что у меня ничего не получалось. То нить рвалась, то как-то некрасиво это все выглядело. Руки ужасно было, больно это все тянулось. Но как только я подобрала нормальный крючок и вошла во вкус, то все стало получаться. Еще тут опять же мои эксперименты бесконечные. У меня появилось желание как-то немножко укрепить дно. Не захотела я вставлять какую-то картонку. Потом думала связать еще один такой... Что это у меня? Ну, что-то типа овала. Подумала, что слишком утяжелит низ сумки. И распрямила каждую ниточку. Склеила вот так вот квадратиком. Ну, конечно, это еще не доделано. И вот думаю, изнутри вот так вот проклеить дно. Чтобы снаружи все-таки было видно этот рисунок. А изнутри вылизать овал и проклеить. Но пока я делала вот эту штуку, я подумала, какой интересный получается вообще материал. Такая интересная фактура. И может быть, придумай, как этим можно что-то тут украсить. В общем, фантазия пошла. Я вся в размышлении. Сумку хочу сделать так вот повыше, такую прямоугольненькую. На лето никогда у меня не было сумок из рафии. На лето это, конечно, классная задумка, классный тренд. Но не представляю, как это носится, насколько это практично. Наверное, это вещь на сезон. Если у вас были сумки из рафии, поделитесь. Я раньше вязала сумки, но я вязала их с хлопка. И не было проблем просто постирать в стиральной машине. Так, а из вот этой вот блестящей, она совсем другая на ощупь. Она кажется даже как будто какой-то синтетической. Хотя нет, написано 100% хлопковая целлюлоза. Прикольно. В общем, буду пробовать. Тоже хочу связать сумку, но нить на ощупь совершенно разная. Вот это больше похоже на бумажную, а вот это больше похоже на пакетик. Она более нежная, более тонкая. Вот так выглядят моточки. Сатиновая чуть-чуть поменьше. Обычная рафия чуть-чуть побольше. У них разные они на ощупь. Вот это больше как пакетик. Вот это больше похоже на бумагу. Оставлю вам обязательно ссылки. Очень красивая цветовая палитра. На лето обратите внимание. Подробный обзор я еще сделаю, как только закончу все эти эксперименты. Ну что ж, это было то, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Напишите, как ваши вязальные дела. С приближением тепла больше вы вяжете. Переключайтесь на что-то летнее. Или продолжайте вязать какие-то теплые, зимние вещи. Я очень рада снова быть с вами. Надеюсь, что сейчас, когда я опять в Иркутске, выпуски будут выходить чаще. Подписывайтесь на меня в разных соцсетях. Меня везде легко найти. Олеся Семина. Так и вбивайте. А ссылки на ВКонтакте я оставлю внизу в описании. Я благодарю вас за просмотр. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok